Покупаешь онлайн? Ты можешь возвращать до 30% денег, которое потратил на покупки. Что такое кэшбэк? Мы приводим покупателей в магазины. За такую рекламу они платят нам вознаграждение с каждой покупки. Часть этой суммы мы возвращаем покупателю в виде кэшбэка. Все легко и просто. Сначала нужно зарегистрироваться, потом выбрать один из 2300 магазинов, перейти в него и сделать покупку, как обычно. Скоро кэшбэк появится в твоем личном кабинете. Вывести деньги можно любым удобным способом. На карту, мобильный или электронный кошелек. Ссылка в описании. Мы часто слишком просто относимся к собственному телу. Однако лишь при сильной нагрузке мы можем понять, насколько высокороятно тело это биологическая машина, которая формировалась в процессе эволюции миллион лет. Но мы до сих пор не знаем о многом из того, что происходит внутри нас. Раньше это был невидимый мир, но теперь мы можем увидеть его в трех измерениях. Наше зрение основано на работе самой сложной системы организма. При высоких нагрузках оно может задействовать на трех четвертых силы мозга. Наши глаза с огромной скоростью фокусируются на малейших деталях. С их помощью мы видим в темноте и видим даже то, чего не существует. Наш мозг позволяет нам видеть сны. И, возможно, однажды мы сможем видеть без глаз. Вот насколько поразительно зрение. Тело человека, крайне возможного. Зрение. Подозреваемый в убийстве пытается скрыться от полиции Лос-Анджелеса. За ним гонится офицер полиции Стэн Берри. Ему приходится разбираться в том, что происходит на дороге при скорости 160 км в час. И еще им нужно не отстать от преступника и не попасть при этом в аварию. Я должен следить за движением слева и справа, но еще нужно и смотреть на дорогу впереди, обращать внимание на пешеходов. При этом нельзя потерять из виду преступника. Ему повезло. Природа создала наши глаза способными выполнить все эти задачи. Зрение управляет движением тела. У многих животных зрение ограничено, а у человека оно рассчитано на все. Только человеческий глаз может различить 10 миллионов цветов. И при этом за доли секунды фокусироваться с бесконечно далеких объектов на невероятно близкие. Разбирать мельчайшие детали в освещенных и абсолютно темных местах. А также обозревать окружающий мир в радиусе 180 градусов. Все эти действия требуют большой работы мозга. 70% нейронов мозга в какой-то мере работают на зрение. Так что ему уделяется особенно высокое внимание со стороны тех механизмов, что его создали. Глаза выступают в роли датчиков безопасности, обеспечивая нас важнейшей информацией в нужное время. Сцен полагается на зрение постоянной. Механика глаза, самая сложная из всех органов, трудно найти более изощренную систему. Имея форму шара, глаз вращается во всех направлениях и фиксирует взгляд на движущихся объектах. В этом ему помогают жировые прослойки, выступающие в роли амортизаторов глаз. Свет проходит через отверстия в радужной оболочке, эластичной сетке взаимосвязанных волокон. При ярком свете она сильно сужается. Свет попадает на хрусталик, который является не твёрдой поверхностью, а полостью с жидкостью. Хрусталик проецирует изображение размером с почтовой марку на расположенную в задней части глаза сетчатку. Затем сетчатка, которая является большим скоплением нервов, посылает импульс в мозг. При этом из правого глаза импульс идёт в левое полушарие мозга, а из левого — вправое. Наши глаза обладают невероятно важной способностью, благодаря которой мы до сих пор не вымерли. Через 20 минут после начала погони офицеру Берри придётся применить её, ведь по мере того, как он на большой скорости приближается к опасному перекрёстку, он сталкивается с задачами, которые могут поставить перед ним буквально вопрос жизни и смерти. Есть движение? Где? Что это? Впереди останавливается машина и загораживает проезд. Справа к перекрёстку подъезжает машина, а слева водитель собирается начать двигаться. Неожиданно в поле зрения попадает ещё кое-что. И здесь не обойтись без сложной структуры глаз. В их задней части находится сетчатка, которая состоит из миллионов палочек, нечувствительных к свету и цвету. Однако они быстро фиксируют движущиеся объекты. Глаз немедленно фокусируется на появившейся машине. Теперь в работу включаются клетки в средней части сетчатки. В узкой, как игла, точке содержится 6 миллионов клеток, которые называются колпочками. Именно они отвечают за восприятие цвета и форм. Поэтому, когда мы смотрим на что-то, глаза направлены чётко на этот объект, ведь чёткость зрения сфокусирована в центральной части глаза. Смотря на движущийся объект, офицер Берри может судить о его скорости, направлении движения и потенциальной опасности. Мозг реагирует на сигналы глаз моментально, посылая нужные импульсы в ноги и руки за скоростью 290 км в час. Благодаря этому Стэн успевает объехать препятствия. Это один из сотен вопросов жизни и смерти, которые Стэн Берри решает в течение 40 минут погони. Ему удаётся это, благодаря невероятной способности глаза подстраиваться под обстановку, когда кажется, что информации поступает слишком много. Эта способность важна для нас так же, как и была важна для наших предков. Эволюция дала нам ещё одну бесценную способность. Мы можем воспринимать окружающий мир даже в полной темноте. Спасение чужой и своей жизни при пожаре зависит от способности ориентироваться в предательской темноте задымлённых кофе. Пожарные прибыли в один из домов города Брэддентон, штат Флорида. Однако они не знают, остались ли внутри пострадавшие. Я готов! Дэн Блейминг попадает в опасный мир теней и странных форм. Здесь так темно и так много дыма, что вряд ли вы сможете что-нибудь разглядеть. Дэн формирует полную картину из фрагментов, которые удается разглядеть в этой дымке. Как устроен дом? Где огонь? Есть ли выжившие? Нужно представлять себе композицию дома и тех, кто в нём может быть. Невзирая на тематур, глаза Дэна быстро привыкают. Глаз обладает невероятной чувствительностью. В полной темноте мы можем увидеть свет от огня свечи на расстоянии в 22 километра. Стараешься найти хоть маленькие источники света, которые помогают не потеряться. При низкой освещенности нам помогают чувствительные палочки, покрывающиеся чатку. Они реагируют только на темноту и свет. Но Дэну в поисках огня нужно видеть и цвет. Сначала он был очень слабым. Я подумал, что здесь и начался пожар. Свечение было ярко-оранжевого цвета. Различать цвета могут колбочки в центральной части сетчатки. Всё цветовое зрение возможно благодаря способности глаз различать всего три цвета. Колбочки реагируют на разные цвета. Одни на синий, другие на зелёный, третьи на красный. При этом цвет должен быть достаточно ярким. Если колбочки воспринимают достаточно фотонов соответствующего цвета, то они как бы сообщают мозгу, что у данной точки зелёный, красный или синий. Используя всего три цвета, мозг создаёт картинку, которая окрашена во все цвета спектра. Всего 10 миллионов цветов. Цветовое зрение приводит Дэна к огню. К моему удивлению, я потушил его очень быстро. Потом я стал смотреть по сторонам и оценивать обстановку. Даже видели лишь мельчайшие детали, можно создать представление об обстановке в целом в комнате. За доли секунды мозг Дэна по маленьким фрагментам определяет то, что может скрываться за дымом. Вот чем наш мозг постоянно знает. Он заполняет пробелы данными из нашей визуальной памяти. Наш мозг в большинстве случаев воспринимает то, что мы видим, сопоставляя это с набором имеющихся обувь. Поэтому, когда Дэн видит что-то белое, мозг решает, что это может быть чашка кофе. А если он замечает чёрные и белые клетки, то значит, это нерешённый кофе. Значит ли это, что в доме кто-то есть? Сквозь спину дыма Дэн видит размытую и непонятную форму. В ту же секунду я подумал, что что-то лежит на диване, хоть я и не знал, что имя. Мы никогда не оставляем без внимания ничего подозрительного, поэтому я подошёл ближе. Капитан, помогите, я нашёл пострадавшего. Носилки сюда. Благодаря визуальной памяти мозг Дэна помог в непонятном объекте увидеть человека и спасти его от гибели. Сила человеческого зрения объясняется миллионами лет эволюции. Мы до сих пор не можем полностью понять механизм зрения, а современные технологии ни в чём не сравнятся с нашими глазами. Но теперь впервые в истории наука способна перевести зрение на новый уровень. Учёные нашли путь к визуальному центру мозга. Возможно, однажды нам удастся посмотреть на мир в инфракрасном свете или даже видеть сквозь предметы, подобно рентгеновским лучам. Может быть, даже в видеоигры мы будем играть без телевизора. Шерри Робертсон из Миссури совсем не далеко от виртуального мира. Когда мне было 19, я попала в катастрофу. Водитель заснул за рулём, и машина врезалась прямо в едущую по встречной полосе грузовика. Мои глаза были буквально уничтожены. В надежде на восстановление зрения, Шерри согласилась на экспериментальную операцию. В ходе этой операции будет совершена попытка примирить технологию и невероятную вычислительную мощь коры головного мозга. Это был мой шанс вновь взглянуть на мир после того, как мне сказали, что я никогда ничего не увидел. Шерри предстоит испытать нечто невероятное. Врачи проделали отверстия с обеих сторон черепа и вживили в кору мозга, которая отвечает за зрение, две треугольные пластины, каждый из которых содержится по 200 электродов. И, наконец, врачи соединили эти пластины с клеммами, которые теперь выступают из ее черепа. Электроды получают информацию с компьютера, который считывает данные из камеры, установленные на очках. Все это для того, чтобы помочь Шерри частично восстановить зрение. Это был шок. Когда я ощупала голову после операции, я не могла поверить, что теперь из нее торчат две эти штуки, клеммы. Я совсем не ожидала, что там будет. Но перед тем, как Шерри сможет увидеть то, что видит камера, необходимо, чтобы все условия были выполнены. Это шаг в неизвестность. Каждый электрод касается определенной точки коры ее мозга. Когда система активирует электрод, она видит вспышку в какой-либо области поля зрения, где именно, никто сказать не может. Поэтому по очереди активируются все электроды, а Шерри говорит, в каком месте она видит вспышку. Когда Шерри видит вспышку, она показывает пальцем в примерную точку ее возникновения. После определения точек, в которых возникают вспышки, врачи включают камеру и проверяют, чтобы точка, которую она фиксирует, совпадала с точкой, в которой Шерри видит вспышку. В том же самом месте. Теперь нужно присоединить. Теперь после установки камеры мама Шерри включает оборудование, чтобы проверить новые настройки. Так, повернись на право. Помогла ли технология вернуть Шерри зрение? Вот это да! Потрясающе! Когда я наконец увидела свет, у меня чуть сердце не остановилось. Я не могла поверить, что снова его вижу. Все получилось. Теперь мир был светлым, это было невероятно. Я вижу солнце! Мы можем знать, что видит Шерри, лишь по ее собственным описаниям. Я вижу две большие светящиеся точки. Они белые, где-то красноватые. Ничего себе! Вот это была большая вспышка, и она двигалась. Вот там большая вспышка! На данной начальной стадии проекта врачи активировали лишь несколько электродов. Со временем они планируют включить все электроды и расширить зрительные способности Шерри. Потрясающе! Так как работает всего 10 электродов, то когда в объектив камеры попадает объект, я вижу две вспышки овальной формы, одну над другой. И так несколько раз. Я не знаю точно, что я вижу, но знаю, что передо мной что-то есть. Там что, парусные шлюпки? Вот сейчас, они там? Это удивительно! Здорово! Когда будут включены все электроды, я смогу увидеть очертания объекта. Так что я смогу отличить дерево от машины или от человека. Я смогу их отличить, и я буду знать, на что смотрю. Никто не говорит о том, что Шерри восстановила зрение. Но сам факт того, что она может воспринимать окружающий мир без помощи глаз, делает ее первонаправцей. подумайте, что если однажды мы сможем передавать полное изображение, скаймеры непосредственно на мозг? Тогда мы сможем увидеть то, чего раньше не видели. Например, мы будем хорошо видеть темноте, как если бы использовали прибор ночного видения. Представьте себе летние выходные в Калифорнии на доме с пляжей, забитых людьми. Для одного наблюдателя этот, казалось бы, спокойный пейзаж означает множество потенциальных несчастных случаев. Как пляжному спасателю отличить, когда человек поднимает руки с призвом о помощи или он просто весело жестикулирует? Умение спасателя учить нуждающегося в помощи человека от тысячи отдыхающих требует высокой концентрации и основан на великолепном зрении и восприятии. Мы видим то, что есть. Легче всего заметить то, что угрожает именно тебе самому. Но спасатель находится вне опасности. Когда глаз смотрит на что-то, что не представляет опасности, он расслабляется. Чувствительные движения палочки внутри глаза отключаются, когда движение вокруг человека спокойно и постоянно. Поэтому спасатель обманывает собственные глаза. он намеренно разглядывает все в мельчайших деталях, не допуская расслабления глаз. Дальше всего видят спасатели на вышках, которые следят за купающимися. Поэтому они осматривают каждую точку на пляже и позволяют мозгу отделять тех, кто спокойно отдыхает, от того, кому нужна помощь. воспринимать такое количество информации непросто. Словеческий глаз четко видит то, что находится в центре поля зрения. поэтому спасателю приходится постоянно переводить взгляд с одного объекта на другой. Это называется скачкообразным движением глаз. Это когда оба глаза быстро переводят взгляд с одного объекта на другой. Глазные мышцы работают быстро, поэтому глаза могут с невероятной быстротой изменять направление зрения. Скачкообразное движение глаз позволяет спасателю быстро перемещать взгляд с одной потенциальной опасной ситуации на другую. он получает новую информацию каждые несколько секунд. Однако еще более интересный процесс происходит, когда он применяет другую способность интерпретацию. Будучи профессиональным пляжным спасателем, я могу распознавать пловцов, нуждающихся в помощи. Есть признаки поведения, по которым я их распознаю. Мышцы, которые вращают глаза, дают нам невероятно широкое поле зрения. Даже в спокойном состоянии мы можем переместить глаза из крайне левого в крайне правое положение за доли секунды. Так что если волна неожиданно накроет упающегося, Дрю заметит это за пару мгновений. теперь надо определить, сможет ли пловец самостоятельно добраться до берега и возможно ли его немедленное спасение. Это решение требует точного определения расстояния за тонну широкое. Глаза находятся на определенном расстоянии друг от друга. Это значит, что каждый глаз видит отдельную картинку. Такое различие позволяет мне понять, на каком расстоянии находится тот или иной объект. мы часто используем перспективные зрения, хоть и задумываемся об этом. Этот процесс существует лишь у людей и хищных животных, которым нужно следить за добычей. Именно этот охотничий прием помогает спасателю не потерять из вида тонущего. Когда что-то угрожает нашей безопасности, мы можем разглядеть мельчайшую нужную деталь в самой напряженной обстановке, но при спасении других необходима тренировка. В повседневной жизни мы замещаем область, находящаяся вне поля зрения образами из нашей зрительной памяти или предположениями, которые позволяют нам воспринимать целостное изображение. Но что, если эти предположения оказываются неверными? Именно этим пользуются иллюзионисты, создавая так называемые обман зрения с помощью различных эффектов дыма и зеркал. лаур-визион 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 это один из павильонов студентов. Но насколько он велик? То, что на экране кажется космической базой на другой планете на самом деле обман. Небольшая модель прямо перед камерой и полноразмерный павильон прямо за ней. Режиссеры обожают иллюзии. Вот, например, вы видите двух актеров, которые якобы находятся в полноразмерных декорациях. Хотя это не так, но вы же не станете задумываться о том, что, возможно, это маленькая копия комнаты, а актеры просто находятся на большом расстоянии. Зрительные иллюзии нарушают систему восприятия, которая обычно работает по правилам. Иллюзии используют нарушение восприятия мира. Обман зрения происходит, когда появляется разница между тем, что видят глаза и тем, что воспринимает мозг. Именно благодаря такому обману у иллюзионистов получаются фокусы. Привет всем! Я Марко Темпест, фокусник. Вот небольшая зрительная иллюзия. Позвольте, я покажу вам, как легко обмануть зрение. У меня есть трехмерный объект и двухмерный. Этот бумажный диск. Если я помещу их рядом, то происходит странная вещь. Посмотрите сами. Начинает казаться, что двухмерный объект стал трехмерным, то есть объемным. Но если мы уберем этот трехмерный объект, то произойдет еще более невероятная вещь. Смотрите. Теперь вам покажется, что куб стал плоским. Вот так. секрет раскрывается, если посмотреть на фокус с другой стороны. У меня есть трехмерный объект и двухмерный. Этот бумажный диск. В основе фокуса научный принцип построения трехмерного зрительного пространства, которое создают глаза. Все завязано на перспективном зрении. Когда мы впервые фиксируем куб в качестве трехмерного объекта, он таким и остается в нашем сознании, даже если мы смотрим на наклеенные на тротуар полоски. Грубо говоря, наш мозг заполняет пробелы в восприятии и заставляет этот куб быть для нас трехмерным, несмотря ни на что. Наш мир полон зрительной информации. Мост справляется с ней только благодаря накоплению образов, которые помогают не напрягаться каждый раз, видя одни и те же предметы или явления. цвет и тень, размер, форма объекта и расстояние до него. Мы думаем, что они существуют по установленным правилам, но иногда это в корне неправильно. Посмотрите на эту комнату. Я окажусь намного выше Сары, и это не спецэффект, а невероятная иллюзия. Ведь если я окажусь в другом углу, то уже Сара станет выше меня. В действительности у нас одинаковый рост. Все дело в конструкции этой комнаты. Ведь она не квадратная, а скорее напоминает по форме трепет-скай. Это нормальная. Мы привыкли к тому, что комнаты имеют форму квадрата. Поэтому думаем, что эта комната такая же. Взгляд обмануть невероятно просто. Как только мы видим зон, то сразу же думаем о дожде. Но в такой солнечный день, как этот, нам совсем не нужен зон. Фокусники используют не только наши представления, об окружающихся вокруг нас. Сейчас вы увидите простейший трюк, который имеет под собой глубокую подоплеку. подоплеку. Добро пожаловать. Я покажу вам фокус с исчезновением карты с помощью этой колоды с синей рубашкой. Идея проста. Я разложу карты перед Сарой и попрошу ее выбрать одну из них и положить ее в центр стола. Так, пожалуй, я выбираю вот эту. Вот эту карту. Замечательно. Сара могла выбрать любую из карт, но она выбрала именно эту, которая сейчас лежит в центре стола. Теперь я попрошу ее перевернуть карту и назвать ее. Тройка треф. Отлично. Я кладу ее обратно в колоду и теперь положу ее рубашкой вниз. Теперь щелчок пальцами и рубашка карты Сары осталась синей, в то время как у остальных карт она стала красной. Вот это и есть фокус с изменяемым цветом рубашки. На самом деле секрет кроется вовсе не в картах. Наш мозг воспринимает лишь малую только представляемую нам информацию. Во время проведения фокуса произошло целых четыре цветовых изменения. Добро пожаловать. Я покажу вам фокус с исчезновением карты с помощью этой колоды с синей рубашкой. Во время фокуса камера снимает только карты, которые сейчас лежат в центре стены. Большинство зрителей не заметят изменений в цвете одежды, скатерти и шторм. Этот фокус основан на убежденности зрителя в том, что он видит абсолютно все, что происходит на его глазах. Но на самом деле мы видим не более 10% того, что происходит. Мы не замечаем этого и думаем, что видим реальную действительность, хотя это не так. Мы ведь просто сосредоточены на очень маленькой области на столе. Иллюзии — это не просто форма развлечения. Как только мы видим зонт, они показывают, насколько сильно то, что мы видим, зависит от того, что думает наш мозг. Глаза и мозг взаимодействуют и создают восприятие мира. Но нужны годы, чтобы мозг научился преобразовывать то, что видит глаза, в наделенное смыслом изображения. У вас будет возможность увидеть, как слепой впервые в жизни воспользуются глазами и как он будет описывать то, что видит его мозг. Майкл Мэй потерял зрение в раннем детстве в результате несчастного случая. Ему была сделана операция на глазах. Он надеется на то, что, сняв повязки, сможет впервые за 40 лет взглянуть на мир. На протяжении нескольких недель после операции я не верил, что, сняв повязки, смогу увидеть, как комнату освещает свет. Это чувство не описать словами. неожиданно начинает поступать огромный вал зрительной информации, формы, цвета, изображения повсюду. После операции глаза Майкла стали выпускать свет до сетчатки. Думаю, прежде всего вам нужно увидеть жену. Однако не все так просто. После 40 лет пройденных во тьме мозг Майкла не воспринимает то, что видят его глаза. Обрести зрение было не так просто, как включить свет и начать читать книгу. Процесс намного сложнее. Ты не начинаешь видеть сразу, как если бы кто-то щелкнул переключатель. Итак, как же Майкл будет воспринимать мир, который он не видел 40 лет. Будучи слепым, однажды Майкл обрел способность видеть. Однако в это ему верится с трудом. Объясняется тем, что он ослеп в раннем детстве. В три года он перестал видеть после химической аварии. Через 40 лет он согласился на экспериментальную операцию по восстановлению зрения. Врачи восстановили важнейшую часть глаза, которая была повреждена в результате нечастного случая. Это роговица, чистая и тонкая, как бумага, покрытие глаза, которая помогает ему фокусироваться и защищает его. После повреждения роговицы глаза перестали воспринимать окружающие объекты. Майкл надеялся, что новая роговица даст ему еще один шанс взглянуть на мир. Но после 40 лет слепоты это совсем не легко. Я концентрируется на изображениях, которые воспринимал и долго обрабатывал их в мозгу. Я не мог сразу распознавать детали, например, улыбку. Мне нужно было обдумать полученную информацию, анализировать ее и догадаться о ее значении. Ведь у Майкла не было столь необходимой зрительной памяти и набора образов. У тебя смешное выражение лица. Этого у нас нет при рождении. Все, что мы видим, новое для нас, и каждый раз мы запоминаем визуальный образ и то, что он означает. Существует так называемый зрительный образ. В задней части мозга расположены почти полмиллиарда клеток, отвечающих за зрительное восприятие. Именно в этих клетках хранятся образы и обрабатывается новая визуальная информация. Всю жизнь накапливаем зрительные воспоминания, которые помогают нам быстрее воспринимать окружающую действительность. Интерпретация, а значит, распознавание некоторых вещей требует невероятно большого опыта. Так что можно сказать, что мозг учится видеть. Разрез обучения происходят в первых шесть-семь лет жизни. Но когда Майкл был blinded в три года, он только начинал понимать эти вещи, делают его способность увидеть. Пока. Пока. Размер, форма, расстояние, свет и тень. Я долго думал, что это обучение, ступенька вниз или вверх, или допустим тень. Мой мозг видит и понимает что обучение подразумевает некоторые изменения в этой информации. Если бы он провел детство зрячим, если бы он катался на велосипеде и замешал на бордюры, он бы научился легко воспринимать действительность по мельчайшей подсказке. Он мог бы отличить высокий бордюр от низкого, а без такого зрительного опыта очень трудно рассчитывать только на зрение, прокладывая себе решение. Теперь уже взрослый мозг Майкла напрягается гораздо сильнее, чтобы не стать упущенным и в детстве. Майкл может узнать некоторые вещи. Я использовал трость, который проверял дорогу перед собой. Тогда я мог более уверенно смотреть по сторонам и запоминать то, что вижу. Яркие цвета, дорожные знаки, прохожие. При этом я могу не задумываться о том, что находится непосредственно под моими ногами. Майкл Мэй живет в странном мире между слепотой и зрением. Ему приходится преодолевать недостаток зрительной памяти. Но для большинства из нас зрительная память открывает новый мир. Мир сновидений. Ваши сны это ваша реальность. Вы видите, слышите и даже чувствуете все, что с вами происходит во сне. Вы видите, как двигаетесь и делаете многие вещи, которые могли бы делать в реальной жизни. Сны состоят из картинок, которые за долгое время увидели наши глаза. Это как редактор видеоклипов, который соединяет части в целое. Я часто летаю во сне, держу руки на животе, почти как Суперман. Я пролетаю над городами, маневрирую между зданиями, взлетаю вверх и беру вниз, прямо как птицы. Я всегда мечтала научиться летать. И у меня это получается во сне. Я летаю по-настоящему. Интересно, что многие люди летают во сне. Многим также снятся эпизоды погони, когда им приходится спасать свою жизнь. Наш мозг может создавать предельно реалистичные события, которые мы и не переживали в реальной жизни. Кто-то нашел меня, я чувствую необходимый спешит, не останавливаясь. Я бежал от этого и стремился забраться повыше. Но оно было быстрее меня. Но я наткнулась на черной хорболице. Рассказы о ночных кошмарах не прекращались на протяжении тысячелетий, а их значение до сих пор не перестает рисовать и удивлять нас. 3000 лет назад древние египтяне составили сонник, в котором описывались распространенные образы и давалось им объяснение. Сон был состоянием, когда граница между этим и потусторонним миром становилась почти невидимой. Но сегодня многие считают сны своего рода предсказанием будущего. Кошмары считаются способом обуздать глубокие и часто общечеловеческие страхи, а добрые сны позволяют нам воплотить наши фантазии. То, что мы видим во сне, может быть связано с тем, что пришлось пережить нашим предкам. это еще одно доказательство того, как сильное зрение влияет на нашу жизнь. зрительная система является самым удачным примером сложной работы нашего организма. На протяжении всей истории человека зрение провоцировало развитие. Оно также может помочь нам узнать о будущем. Зрение связано с нашим глубоким прошлым. Это невоспетный и незаметный герой нашего времени, о котором мы редко думали. Но на грани возможного мы можем увидеть в себе супергероя, наше тело.